В старые времена арабы считали на пальцах примерно вот таким вот образом. Они считали пальцами единицы на этих трех пальцах, десятки на этих двух пальцах, то есть правой руки сотни считали на этих двух пальцах, тысячи на этих трех пальцах левой руки. Счет у них был такой, это назывался акт бель асуабе, то есть считать на пальцах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так было единицы, единицы. Вот это единицы. Потом двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Сто либо так, баракалуфикум, либо же, как мы сказали, десятки считается тут. Получается вот так у вас будет, мы десятки считали, теперь у вас сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, тысячи, две, три, четыре тысячи, пять, шесть тысяч, семь тысяч, восемь тысяч, девять тысяч, девять тысяч и десять тысяч баракалуфикум. К чему мы это показываем? К тому, что если мы поймем, как считали арабы, мы начнем понимать хадисы пророка, допустим, тот хадис, который привел имам Абудауд, имам Насаи, то, что передает Абдулла Абну Амар Адалану Райту Набия, салалаллаху салам, я кидут тазбих, я кидут тазбих, то есть барак луфик, как арабы считали, то есть субханаллах, субханаллах, субханаллах и так далее. То есть, видите, мы же не считаем вот так вот, говорим же, что арабы же так не считали. Ну, ляма говорят, барак луфик, если человек, то есть лучше делать так, если человек не может, делает, как он может, но лучше, ближе к сунне барак луфик, делать Абду от тазбих барак луфик. Также пришло в хадисе, который привел имам Термидий, пророк, салаллаху, алейхи вассалям, приказал женщинам, сказал, уаакидна бель анамиль, вот это вот унмуля называется, вот эти кончики называются унмуля, уаакидна, то есть делайте акт, то есть акт, вот так вот, то есть как мы считаем, мы же считаем, видите, как вот один, то есть ты прикоснулся этим местом в кладушке, два, три, четыре, как мы сказали же вам, пять, шесть, потом видите, семь, 8, 9, вот это барак луфик. То есть для чего нам это знать, для того, чтобы мы не понимали сунну, если у нас придет, например, какие-то цифры в сунне и так далее, там подобное, или живи зикра, как это правильно понимать, валлаху аля.